Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об обители зла. Каждая новая часть серии подвергается все более разгромной критике и собирает все большие деньги в прокате. В чем же секрет этого феномена? Постоянный рост кассовых сборов достигнут во многом благодаря успешному оригиналу. Отличной компьютерной игре Resident Evil и армии ее фанатов, к числу которых причисляет себя создатель серии фильмов Пол Андерсон. За время работы над картиной он и исполнительница главной роли Мила Йовович успели даже пожениться и завести ребенка. Второй и третий фильм Пол не рискнул снимать лично, побоявшись испортить свою карму среди поклонников серии, которые любят первую часть, но с появлением 3D он вновь встал у руля проекта. Без определенной степени давления с женской стороны тут явно не обошлось. Обители Зла 5. Возмездие явно не собираются ставить точку в истории приключений Элис и ее друзей. Новая часть на манер последнего форсажа собирает под своим крылом всех персонажей, так или иначе засветившихся в серии. Ты теперь в нашей власти. Меня использовали, чтобы довести вирус до совершенства. Все, кого я знала, и все, что я сделала, было использовано против меня. И теперь весь мир в их руках. Мы захватили Нью-Йорк, Москву, Токио. Это последний облод человечества. Конец света начинается. Здесь нашлось место даже для Мишели Родригес, когда-то, если вы помните, ставшей зомби. Между прочим, забавный момент заключается в том, что форсажа ее героиня также погибла, но таинственным образом воскресла в пятой картине. Субтитры сделал DimaTorzok Думаем, те, кто пойдут на фильм без завышенных ожиданий, надеясь на зрелищные, затяжные слоумо-сцены и приличное 3D, не останутся разочарованными. А тот, кто понадеется на безостановочный саспенс, грамотный сюжет и проработанных персонажей, явно пожалеет о своем решении. Корпорация «Амбрелла» сильна, как никогда. И только мы можем их остановить. Привет. Ждешь письменного приглашения? Клевая тачка. До встречи на следующей неделе.